Давайте Богу воздадим всю славу аплодисментами. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. Благодарю за благодатное прославление. Это действительно земля, место действия, которое переполнено трудностями, болью. Вот Бог призвал нас там благовестниками, свидетелями. И на этой неделе я желаю, чтобы вы во время каждого своего шага на местах действия могли испытать этот завет. И вот позавчера и вчера у нас была конференция для лидеров простых верующих. И вот мы смогли проверить очень важные благословения. И было провозглашено послание, что нам необходимо восстановить. На самом-то деле это было слово не только для лидеров простых верующих, а это слово было и о благословении, которое надо наслаждаться со всем верующим. Начало ранней церкви это была бедность, это была недостаточность. Такие люди были такие слабые. Вот казалось это так, но этой ранней церкви у них получилось спасти мир, которого иудеи, и евреи не могли спасти. А как это, какой силой они могли спасти этот мир? Вот верующие ранней церкви с самого начала они все делали благословением Престола Божьего. Деяние 1.1 Христос. Деяние 1.3 Дух Святой. Деяние 1.8 Только Дух Святой. Бог дал это слово. И и вот вот это слово Христос Асамбес на Дух Святой оно все осуществляется, когда сходит благословение Престола Божьего. Даже если в этом мире кто-то имеет много знаний и такой выдающийся, но невозможно этими мирскими вещами спасти мир. Поэтому Бог Он дал нам благословение. Бог дал нам благословение для спасения мира. Это это ответ Престола Божьего. Схождение Престола Божьего. Поэтому вот ранняя церковь с самого начала они имели этот ответ Престола Божьего. И вот они вот они спасли аж целый Рим. Вот слово Божье говорит им об этом. И если это так, то я и вы то же самое. Люди, которые должны думать о спасении мира, мы тоже можем спасти наши семьи, наши места действия, и потом 237 стран, 5000 племен. Вот это благословение, оно дано нам. благословение. То есть Бог, Он желает это дать. И благословение, вот это называется благословение Престола. Поэтому сегодня во время богослужения я желаю, что вы сами наслаждались благословением Престола, потом вы могли передавать это благословение, как благовестники. И начало благословения Престола, это для начала, чтобы я мог наслаждаться благословением Престола. Вот это и сначала. И потом, потом мой бизнес, места работы, которые связаны со мной, и на них сойдет благословение Престола. И церковь, где я проявляю жертвенность во всем своем служении, люди будут тоже оживлять, потому что на этих людей будет сходить благословение Престола. То есть вот в самом начале была лекция о том, что я сначала наслаждался Престолом Божьим, затем мой бизнес должен наслаждаться Престолом Божьим. И мое местодействие, мое служение должно наслаждаться Престолом Божьим. Вот такие три лекции нам даны были. То есть вот смотрите, вот у нас тоже есть как бы свое местодействие, правильно? Нам же надо работать, кушать. И вот на это местодействие должно стоять Престолом Божьим. А также есть церковь, где я могу понять, проверить, убедиться. это благословение Престолом Божьим. То есть на церковь тоже должно сойти благословение Престолом Божьим. И для того, чтобы вот эти благословения Престолом сходило в нас, Бог дал нам вот эти драгоценные, важные три слова. И да, конечно, те, кто участвовал, они понимают. Те, кто не участвовали, желаю, что вы еще раз просмотрели, сделали это послание своим, и чтобы вы получили драгоценно Божье использование в одну эпоху. Я благословляю вас на это. Вот сейчас вы сидите на этом месте, но на сегодня, на сегодняшнем дне все закончиться не должно бы. Сегодняшний день связан с будущим. и у нас должна быть вера в это. И вот когда мы верим, то, что сегодня связано с будущим, это называется вера. Поэтому сегодня я могу видеть будущее. Вот это есть вера. А также бывает, что мы видим то, что будет в будущем, но я вижу, как это приходит ко мне сегодня. Вот это называется видение. А также бывает, что есть реальность моя, но реальность проявляется как ответы, которые придут в будущем. То есть моя реальность, она осуществляет ответы, которые будут в будущем. Вот это называется будущее. Поэтому правильная вера, правильное видение и правильный ответ, вот эти три вещи, чтобы ими наслаждаться вот этими, у нас есть прошлое, сегодняшнее и будущее. И вот когда мы на это откроем глаза, тогда получится наслаждаться наслаждаться вот этими правильными верой, видением и ответами в будущем. То есть не просто так наслаждаться, а должна быть правильная вера и правильное видение и будущее. И вот тогда мы поймем прошлое, мы поймем настоящее и будущее поймем. вот израильский народ, вот все, кто в израильском народе знали прошлое, настоящее, будущее, они все завоевали Ханан. И вот мы сегодня прочитали сегодняшнее местописание. То есть Бог, Он говорит о прошлом, потом Бог говорит о будущем и говорит о настоящем. Вот если посмотреть второзаконие 11 главу, вот то, что мы сегодня прочитали, вот здесь говорится о прошлом Израиле, будущем и настоящем. Поэтому если у вас откроются глаза на прошлое и откроются глаза на настоящее и будущее, тогда обязательно вы сможете наслаждаться ответом спасения 237 и 5 тысяч племен. Я благословляю, чтобы у вас открыться эти глаза. Итак, первое, наше прошлое. Прошлое. Значит, мы, у которых есть Евангелие, все наше прошлое основанием. Вот с этого надо для начала разобраться. Вот если посмотреть сегодняшнее местописание Таразакония 11 глав 1 по 7 стихи, значит, Бог, Он говорит о прошлом Израиля. И Он говорит, помни об этом. То есть, Он говорит, не забудьте ваше прошлое. Вот с 1 по 7 стихи. А с 8 по 11 стихи сказано о будущем, которое совершится в жизни Израиля. И вот, давайте посмотрим Таразакония 11 глав 2 стих, что сказано здесь? О прошлом. «И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего». Что это значит? Значит, Бог, Он заботился рукой Своей, и потом Бог вводит землю Ханан. Он говорит, вот это не забудьте. И вот сегодняшняя Медсепсаня тоже сказано, что помните, помните величие его, крепкую руку его, высокую мышцу его. Послушайте, вот, какое у вас прошлое? Было много трудностей, поражения было много. Ну и возможно сейчас из-за того прошлого ко мне тоже приходит много грусти. Может быть такое? И бывают ко мне приходят мысли о прошлом, и из-за этого мне становится не очень хорошо. Послушайте, может быть вы не знали это так, но во Христе все прошлое становится основанием, платформой. Бог во Христе правит всей нашей жизнью. Поэтому трудности, падения в прошлом, значит, вот они были для того, чтобы мы получили спасение. И вот из-за того, что в определенный момент были трудности, мы шаг за шагом приходили к Богу из-за этого. правильно ведь? Это так. То есть в реальности, если находишься в Иисусе Христе, тогда какие бы ни были поражения, падения, раны, это не является проблемой, потому что Христос все закончил. Мы не можем этим наслаждаться, но тем не менее Христос все закончил. Что значит все закончил? Это значит все прошлое, раны, поражения. Это все становится теперь основанием для меня. И это становится для меня временем, когда я мог получить исцеление. Это может стать основанием, чтобы я мог получить важные ответы для того, чтобы преминутов поднимать. Послушайте, вот это удивительно. Бог не хотел в прошлом дать мне поражение, нет, но это был Божий метод. То есть Бог хотел меня спасти, и Бог меня таким образом вел. Поэтому Бог специально допускал эти вещи, чтобы я мог смотреть на Бога из этого. Поэтому Бог допускал нам трудности. Не просто так Бог допустил, чтобы мне было трудно, нет. Вот как сказано во втором стихе сегодня, что наказание, наказание, которое не видели ваши дети. Вот помните руку Бога вашего, крепкую руку помните, вот это сегодня слово говорится. Вот почему Бог говорит об этом? Для того, чтобы мы стали людьми, которые знают Божье слово. Поскольку мы не знаем, то Бог дает нам слово, чтобы мы знали. Вот, послушайте, трудности, которые были в прошлом, ну вот сами подумайте о них. Вот то, что было раньше в прошлом, вот по моим стандартам, мы раньше жили просто сами как хотели, правильно? По своим желаниям жили. Но почему Бог допустил определенные трудности в прошлом? Послушайте, чтобы мы, испытав трудности, испытав поражение, мы могли понять, что, а, вот из-за этого не получится нормально жить. Оказывается, во всем есть ограничения. И чтобы мы смотрели только на Бога, чтобы мы смотрели только на Христа, Бог, он допустил определенные трудности и прошлое в моей жизни. Послушайте, вот это исповедание так исповедует человек, который правильно познал и наслаждается Христом. Значит, давайте с вами посмотрим второзаконие, второзаконие 8 главу, вот второй стих, прочитаю, здесь говорится не только Израилю, но здесь говорится всем нам, которые находятся во Христе. Это совет, который Бог нам дает. Второзаконие 8.2 «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Аллилуйя! Значит, пока мы были в пустыне, были различные трудности, но все эти трудности в итоге Бог специально допустил нас, для того, чтобы мы поняли, чтобы Бог нам дал испытание, что не хлебом человеком живет, не хлебом единым человек живет, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому и прошлое уже не проблема, если во Христе. Послушайте, если вне Христа находишься, даже если в прошлом был таким выдающимся, на высоком месте, но и именно из-за тех вещей вы терпите поражение. А если во Христе находишься, тогда прошлое, все, что происходило в прошлом, вот, все, что было в прошлом, вот это все, вот, это все Бог допустил. И для Бога это не проблема. Наоборот, если я во Христе нахожусь, это становится основанием для меня, чтобы я в будущем мог, и это имея, спасать других людей. Поэтому не то, что Бог специально сделал так, что мы страдали. Нет. Бог это специально допустил, но нам нельзя быть связанным этим прошлым. Если мы будем связаны только прошлым, вот, надо быстро выйти из этого. Почему? Потому что тогда, если мы будем связаны своим прошлым, мы не сможем наслаждаться благословением престола Божьего. Значит, Бог дал благословение Божьему, народу Божьему, благословение престола. Но если я нахожусь своим прошлым до сих пор, если я не смог отбросить свое прошлое, тогда я не могу увидеть это благословение престола Божьего и не могу наслаждаться этим благословением престола. Послушайте, во Христе Бог дал нам благословение престола Божьего. Поэтому прежде всего чтобы наслаждаться этим благословением надо отбросить все то, что во мне сокрыто, что во мне уже долгое время находимся. Вот я сегодня утром об этом тоже говорил. Поскольку сатана дал мне эти вещи и я люблю эти уже вещи, я не могу просто так отбросить. Это Бытие третья глава. Бытие шестая глава. Я уже долго жил в этом время. Вот я говорил в прошлый раз вам «Я мое». Вот это как упаковка. Вроде бы кажется это хорошее, но нет, это надо быстренько отбросить. И вот неужели от того, что я говорю «Я выброшу прошлое, оно уходит». Нет, не получается его отбросить. Поэтому через него сатана атакует меня. Послушайте, а когда вот это прошлое, оно уйдет от меня? Тогда, когда на меня сходит благословение престола, тогда прошлое, оно как бы отрезается, отсеивается от меня. поэтому очень важно, чтобы вы на Христе сосредоточились, чтобы вы смотрели на Христа. И тогда на меня сходит благословение престола Божьего. Послушайте, не то, что мы специально забываем прошлое. Нет, зная прошлое, мы можем увидеть настоящее и будущее. Поэтому прошлое, оно связано с настоящим и с будущим. Если я нахожусь в Евангелии Христа, тогда прошлое становится моим основанием, становится ответом для меня, для того, чтобы спасти весь мир. А если я вне Христа, даже если в прошлом было что-то у меня якобы хорошее, но из-за него я терплю поражение, именно из-за него приходит ко мне бедствие, проклятие. Вот это необходимо помнить. Не то, что мы специально забываем прошлое. Послушайте, очень часто люди не могут найти благословение в престоле Божьем, не могут найти благословение во Христе и связаны с своим прошлом. Поэтому немножечко проблемы проявятся, все прошлое проявляется с реальностью. Послушайте, то, что проблемы у меня сейчас проявляются какие-то, это не просто так. Эти проблемы проявляются из-за прошлого. То есть, все, что было в прошлом, оно сейчас опять проявлено. поэтому, чем дальше я иду, тем больше я не могу выбраться из своего прошлого. Поэтому сегодня необходимо нам сосредоточиться на Христе, смотреть на Христа и тогда наслаждаться благословением престола Божьего. Послушайте, что действительно необходимо нам сейчас, чтобы на меня сошло благословение престола Божьего? Потому что если это не получится, то мы будем связанным своим прошлым и в настоящем и в будущем потерпим поражение. Вот посмотрите, все хорошо в сегодняшнее место в Писании. Посмотрите, хорошо в сегодняшнее место в Писании. Значит, Бог, Он говорит о прошлом, настоящем и будущем. И вот сказано, что раньше Бог, Он вел вас Свою крепкую рукою. Помните об этом. И во-вторых, что сказано о нашем прошлом, вот сказано, что Бог, Он разрушил власть тьмы. Вот помните об этом. Вот особенно в третьем-четвертых стихах об этом сказано. Вот, знамение Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским и со всей земли Его. И что Он сделал с войском египетским? О чем здесь говорится? Вот, что делал фараон относительно Израиля? вот что сделал Бог с фараоном? Значит, Бог, Он сделал так, что десять бедствий сошло на Египет и на фараона. То есть, об этом сказано, что то, что Он сделал с фараоном. И потом, что Бог сделал с войском египетским? Затем, которых Он потопил в водах черного мора. Вот это помни. То есть, вот когда израильский народ вышел из Египта, Бог потом потопил все египетское войско, которое последовало за Израилем. И вот Бог говорит, об этом помни. То есть, мы с вами всю жизнь жили как рабы сатаны, обманываясь сатаной, жили в проклятиях сатаны. Но Бог Он ради нас посылает Христа. И Христос разрушает дела сатаны и прощает все наши грехи. И сейчас Духом Святым вместе с нами пребывают. Через Христа все вот эти вся власть судьбы, проклятия сатаны, Бог вывел нас оттуда. Вот так же самое, как Бог Он вывел из Египта, так же Бог Он вывел нас из руки, из судьбы сатаны, которые жили там всю жизнь. И тогда вот мы не знали, почему к нам приходит проблема, хотя из-за проклятия приходили проблемы. И Христос Он разрушил проклятие, Он простил все грехи. То есть Христос Он совершил спасение. И вот этим каждый день наслаждаясь, об этом говорит Господь. То есть если мы посмотрим в прошлое, то Бог говорит, помни, что Я тебя вел совершенным образом в прошлом. И пятый стих, и что Он делает для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего. Что значит до места сего? Значит в пустыне было много трудностей, но Бог Он кормил израильский народ, направлял израильский народ и брал ответственность за израильский народ. Помните об этом? Вот об этом говорится сегодняшнее слово. Послушайте, нам необходимо вот так знать свое прошлое. Если мы не знаем свое прошлое, мы не знаем что такое благодарность. Если мы не знаем свое прошлое, тогда и сегодня мы будем связаны своими ранами и в итоге будем жить жизнью паран женца. Поэтому очень важно знать сегодня. И сегодня тогда могу восстановить благодарность. Когда правильным образом знаю прошлое свое, тогда с этого момента все становится благословением, все становится основанием. Вот таким благословением могу наслаждаться. И в 6 стихе также сказано, были люди, которые противились Евангелию, которые останавливали Евангелие, и вот все они потерпели поражение. И вот об этом помни сказано в 6 стихе. Послушайте, нельзя, чтобы мы с вами противились Божьему Слову. Послушайте, это очень страшно. Никто не может остановить Евангелие. И нельзя быть на месте, когда мы останавливаем Евангелие. из-за того, что люди не знают Евангелие, они препятствуют Евангелию. Поэтому нельзя находиться на месте, когда мы останавливаем Евангелие. Евангелие. И потом вот потом вы знаете, да, вот это событие в 6 главе, когда земля как бы было, ну как бы земля разошлась, и вот эти все люди, которые препятствовали Евангелию, они все упали туда и умерли. Послушайте, если не понимаешь течение Евангелия и препятствуют течению Евангелия, тогда так же само может случиться. Ну, бывает такое, что люди, они ходят и в церкви, служат, но они препятствуют Евангелию. Значит, если я не могу получить ответ от Бога, тогда я сам того вот не замечаю, могу найти себя на месте, когда я препятствую Евангелию. Поэтому очень важно всегда проверять правильные ответы от Бога и выходить, и вести же с верой. То есть вот эти люди, которые противились Божьим Слову, которые обманули сатаной, вот они все погибли. Поэтому вы тоже в жизни веры не пытайтесь что-то делать, а желаю, чтобы Бог вам потихонечку доверял что-то делать. Вот что значит Бог будет мне потихоньку доверять что-то делать. Это значит, что прежде необходимо мне вкладывать свои мысли в Божье Слово каждый день. Вот в свои мысли, мои мысли должны совпадать с Божьим Словом для начала. Вот что такое молитва? Молитва это когда Божье Слово становится моими мыслями. Вот необходимо чтобы Слово Божье было моими мыслями. Поэтому а если мы будем пытаться что-то делать сами своими усилиями, то мы можем найти себя на месте, когда мы не совпадаем с Божьим Словом и мои мысли не совпадают с Божьим Словом. Бог Он обязательно Слово дает, Он его совершает, и Он по Слову сейчас управляет всеми, всеми творениями. Поэтому мои мысли совпадать с Божьим Словом. Поэтому даже если я делаю что-то маленькое, но мои мысли совпадают с Божьим Словом, то удивительное действие произойдет. Поэтому по-настоящему Божье правление, Божье правление, я желаю, чтобы вы потихонечку к этому привыкали. Я хочу вам, чтобы вы сказали, чтобы вы не упускали Божье Слово. Необходимо, чтобы мои мысли ухотились за Божье Слово, чтобы мои мысли совпадали с Божьим Словом. И тогда мы не будем жить той жизнью поражения, которой жил Израиль. Вот в одной книге посмотришь, там так сказано. Вот есть такое «Люди вообще не учатся ничего от истории». Вот есть такое выражение, что люди от истории ничему не учатся. «Послушайте, а мы с вами не такие?» Значит, Бог, Он говорит нам о поражении Израиля. Почему Бог говорит нам «не забудьте об этом?» Для того, чтобы мы обязательно не шли этим путем. Для того, чтобы мы насладались настоящей победой, настоящими благословениями. во-вторых, наше будущее какое? Это видение. Вот с 8 по 12 стихи сказано вот сказано о будущем, о видении. «Итак, первое сказано идите туда, чтобы вы овладели всю землю. Давайте прочитаем 8 стих. «Итак, соблюдайте заповеди его, дабы вы укрепились и пошли овладели землей, которую вы переходите». Вот это наше будущее, чтобы мы укрепились и завладели землей. То есть вот это будущее не только Бог дает израилю, Он его нам сейчас дает. Послушайте, насколько я буду наслаждаться Евангелем, настолько Бог будет нести ответственность за все. Вот наша жизнь, она связана с ограничениями. Вот нет жизни, где нет ограничения. Потому что сказано, что все и молодые теряют силу и падают. Вот посмотрите, Исайя, Исайя 40, 30, что сказано, что утомляются юноши, ослабевают и молодые падают. То есть у всех есть ограничения. Но 31 стих что говорит нам? «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как коровы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Другими с вами, кто надеется обретет силу. То есть если мы сможем наслаждаться Евангелием, тогда мы сможем наслаждаться жизнью, которой нет ограничений. Как наслаждаться этой жизнью? Смотреть на Христа, сосредотачиваться на Христа, потому что тогда действует Господь. То есть вот это есть особенность Евангелия. То есть если мы смотрим на Христа, тогда кто действует на месте действия? Бог действует на месте действия Вне зависимости от моих уровня Способности всего То есть Бог, Он действует силой творения На месте действия Поэтому Тот, кто имеет Евангелие Бог полностью за него несет ответственность Вот сейчас у нас здесь есть ремнанты Послушайте, если вы будете смотреть на Христа Тогда Бог, Он будет Заботиться о вас Он будет нести ответственность Вот у нас есть бизнесмены Вот бывает, что в бизнесе происходит Что-то не очень хорошее Но если через все трудное Вы будете смотреть на Христа Будете смотреть на Бога Тогда Сам Бог будет нести ответственность за вас в бизнес Вот желаю, чтобы вы вошли в это благословение Послушайте Когда мы смотрим на Христа И сейчас в это время богослужения Тогда на моих местах действия Бог, Он действует Своей силой Бог, Он действует Своей силой Поэтому Прежде необходимо Мой взор обратить на Господа И тогда начнется Божье действие То есть будет сходить Царство Небесное Вот мы ограничены Мы полны недостатков Но это не важно На любом месте, где бы мы ни находились Мы можем смотреть на Христа И тогда будут сходить И тогда Бог будет действовать Послушайте У вас есть проблемы У вас есть трудности Вы не пытаетесь решить их Но через эти трудности Вы смотрите на Христа И тогда Христос начнет действовать И тогда проблема Совершенным образом будет решаться Значит Мы обычно думаем Решить проблему, да? Но не получится Ее решить Поэтому проблемы Постоянно-постоянно приходят А когда мы смотрим на Христа Тогда Христос Совершенным образом Решает эту проблему Вот это благословение Которое нам дано И тогда в итоге Написано Вы укрепитесь И вы владеете землей Что это значит? Что хоть мы и слабые Мы полны Трудные Ну как бы ограничения Но ремнанты поднимутся Через нас И ремнанты станут Лидерами простых верующих И ремнанты станут героями Всемирной евангелизации Вот это значит Чтобы вы укрепились И овладели землей Вот в будущем Следующая эпоха Она станет Когда через наших ремнантов Будет евангелизация Происходить в 237 стран Вот какая сейчас эпоха наступает Когда ремнанты вырастут Станут специалистами И будут заводевывать местодействие И в будущем Ремнанты Они войдут в сферу экономики Финансов, культуры И Бог будет действовать через них Будет сходить в Царство Небесное На все эти сферы деятельности И вот Благодарность Благодарность Знаете в чем? Что ради этого Бог нас прерывал Нас, взрослых людей И ради этого Бог нашу церковь прерывал Благодарность Богу Правильно? Поэтому Вот все наши пресвитеры Все наши верующие Сейчас они думают о том Как поднять потом Как Как наслаждаться Благословениями Наслаждаться в 237 стран Вот все верующие сейчас Об этом молятся Поэтому Вот это причина Почему Все наши верующие Находятся В благословениях Поэтому Вот я тоже смотрю Нашу церковь Я благодарю Бога Я понимаю Это благословение Почему? Вот я только об одном Думаю Как правильно Стоять сейчас Как правильно Поднять ремнантов Послушайте Вы Укрепитесь Вы Овладеете землей Вот это будущее И вот это благословение Которое Осуществится Через ремнантов Но Ради этого Наша церковь И вы Мы сейчас получаем Божье использование Обязательно Бог Он укрепит нас И обязательно Бог сделает так Что мы Овладеем землей Наши Вот Наши потомки Должны спасти 227 стран мира А Вот Израильский народ Послушайте Израильский народ Который не увидел Этого будущего Они все Не смогли войти В землю хана Но Те кто увидели Это будущее Среди израильского народа Все завоевали хана Вот это наше будущее Это ремнанты Ремнантов Поднять учениками И потом Надо сделать так Чтобы они пошли В 10-37 стран В 5000 племен Вот это наше будущее И вот я благословляю Чтобы это совершило В нашей жизни Во-вторых Вот Сейчас мы говорим О Будущем О важном видении Итак Здесь говорится О земле О земле 12 стих На который Бог смотрит От начала года И до конца года Вот Бог будет смотреть за землей От начала года До конца года Что это значит? 237 стран Надо спасти Нам необходимо Поднять Потолков Чтобы они спасли 227 стран 5000 племен Поэтому Поэтому Вот как мы будем Продвигаться Бог Он будет Бог Он будет Заботиться То есть Бог всегда будет Вместе с нами Вот написано От начала года До конца года Бог обещает это Матфея 633 Сказано Ищите Преждецарство Небесное И правды его И все остальное Приложится вам Наша церковь с вами Если наша церковь Та которая Должна спасти 237 стран Тогда нам не о чем Беспокоиться Потому что Господь Несет ответственность За все Что значит От начала года И до конца года Слушайте Вот От начала И до конца То есть Весь год То есть Другими с вами Не будет Остановок То есть То есть Бог Он не останавливается Никогда Послушайте Вот Кто мы с вами Мы те Которые получили Огромное благословение Значит От начала года До конца года Бог несет за нас Ответственность Бог Он действует От начала года До конца года В нашей жизни Вот Кто мы с вами Мы те Которые получили Такое огромное благословение Благодарность Богу Правильно Вот Вот Когда Наш господь Иисус Он посылал Учеников На место Действия Он говорил Ничего свободнее Берите Почему Вот Когда подвоих Отправлял Другими с вами Я несу За вас Отечество Ничего не берите Значит Когда Было тяжело Когда Не было Пути Пойти Во весь мир Завоевать Весь мир Что Бог Говорит Ученикам Своим Идите Во все народы И потом Дает им ключ Как это Можно Как можно Спасти Все народы У меня Вся власть На небе На земле И я буду Вместе С вами Вот Если Посмотрят Вот Деяния 1.6 Значит Ученики Спрашивают Иисуса А когда Ты восстановишь Царство Израиль Почему Потому что Для Израиля Это была Самая большая Проблема Они были Колонией Рима То есть Они хотели Быстренько Выйти И уже Не быть Колонией Рима То есть Отвергалось О том Что Быть Колонией Это была Серьезная Проблема У всего Израильского Народа Но что Говорит Господь В 7 стихе Не ваше дело Знать Времена Или сроки Которые Отец Положил В своей Власти 8 стих Но вы Примите Силу Когда Сойдет На Воздух Святой И будете Свидетелями До Края Земли Что Это Значит У нас Тоже Есть Такая Проблема Которую Мы Хотим Быстренько Решить Но Бог Говорит Это Не Твое Дело Знать Когда Она Решится То Бог Он Говорит Что Как Поднять Ремнонтов Как Завоевать 10-37 Стран Если Наша Церковь Станет Такую Тогда Бог Несет Полностью Ответственность За Все Поэтому Не Перезывайте Что Кушать Во Что Одеваться Если Мы Являемся Ли Мы Церковью Которая Может Спасти 10-37 Стран Являемся Ли Мы Церковью Которая Можем Поднимать Ремнонтов Значит Бог От Самого Начала До Наше Будущее Написано Мы Бог Нас Укрепит И Сделает Нас Так Чтоб Мы Завоевали Землю От Начала Года И До Конца Года То Есть Бог Он Безостановочно Смотрит Смотрит На Нас С вами Вот Я Благословляю Семьем Господа Что Вы Наслаждались Этим Благословением Заключение О Значит Если У меня Вера Или Нет Это Будет Определять Мое Будущее От Это Будет Зависеть Мое Будущее Значит Хоть Бог И Дал Нам Огромные Благословения Насчет Нашего Будущего Но Если У меня Нет Веры Тогда Я Не Могу Этим Наслаждаться Поэтому Сейчас Сегодня Есть У Меня Вера Какая Вера У Меня Есть Вот Послушайте Вот Мы С Прошлое Да Посмотрели Будущее Тогда Сегодня Тогда Какая Вера Должна Быть Какую Веру Надо Иметь Давайте Посмотрим В Восьмадцатом Стихе Второзаконие Одиннадцатом Давайте Вместе Прочитаем Итак Слово Говорит Итак Положите Слова Сии Слова Мои В сердце Ваше И в душу Вашу И навяжите Их Знак На руку Свою И добудут Они Повязку Над глазами Ваших Девятнадцатый Стих И учите Сыновей Своих Вот Я еще раз Вам скажу Послушайте Хоть Бог дал Вам И потом Вот В настоящее Вот Если сейчас Я буду держаться За веру За слово То есть Я не буду Упускать Божье слово И если Я буду Передавать Вот это слово Если я буду Постоянно Передавать Это слово Своим детям Вот это то Что Бог желает Еще раз Прочитаю Восьмнадцатый Стих Итак Положите Си Слова Мои В сердце Ваше И в душу Свою То есть В сердце Своё Вложи Это слово И потом Вот это слово Которое В сердце Постоянно Учи Говори О нем Сыновей Сыновям Своим Детям Своим Детям Своим То есть Вот здесь Есть Очень важная Суть Этого слова Вот мы Говорили в прошлый раз Бог Он уже дал нам Слово Которое Совершилось Это Христос Царство Небесное Дух Святой Христос Царство Небесное Дух Святой То есть Тайна Триединого Бога И вот И вот Вот Когда я Наслаждаюсь Вот этими Благословениями Триединого Бога Тогда Вот это Благословение Престова Сходит на меня На моем сердце И внутри меня Восстанавливается Благословение Эдемского Посада Послушайте Вот Вот Если мы сможем Наслаждаться Тайной Триединого Бога Тогда Душа моя Будет Обретать силы Тогда В сердце Будет Благословение Престола Божьего И как Результат Что Будет Сойдет Действие Престола Божьего Сойдет Свет Божий И Местодействия Будут Спасены Поэтому Из-за Вот Этого Благословения Каждый День Я должен Обретать Силу От Бога А Если Я не Буду Находиться Внутри Этого Благословения Тогда Я Сам Того Я Может Сам Не Замечаю Но Я живу По-другому Живу В Бытие Третьей Шестой Одиннадцатых Главах То есть На местах Действия Надо Обретать Силу Внутри Меня Должны Божьи Благословения Проявляться То есть Вот Эти Благословения Престола Божьего Который Преосвит Пространство И Врема Свет Свет Божий Который Сходит Тогда Вот Если Я буду Наслаждаться С этими Благословениями Моя душа Будет Оживать И Я сам Того Не Замечу Как Внутри Меня Будет Восстанавливаться Благословение Престола Божьего Которое Было Утеряно Поэтому Очень важно Сосредоточиться На Престоле Божьем На Всемирной Евангелизации Вот Вот Это Молитва Вот Вы За Другое Не Молитесь Молитесь За Престол Божий Молитесь За Действие Духа Святого Молитесь За То Чтобы Внутри Вас Восстанавливать Благословение Престола Божьего Восстанавливать Благословение Демского Сада И Тогда Вот Даже Не надо Проповедовать Люди Сами К вам Будут Приходить Потому Что Вы Станете Платформой На Которую Люди Приходят И Тогда Вы Станете Такими Людьми Которые Будут Останавливать Бедствие И Хоть Мы И Вот Бывает Такое Потом Что Вроде С людьми Я еще Не встречался Не Общался Но Мы Имеем Взаимопонимание Друж с другом То есть Вот Это Благословение Духовной Антенны Придет И Вот Это Благословение Нам Надо Наслаждаться И Передавать Своим Детям Послушайте Вот Сегодняшнее Слово Говорится Об этом Перемените То есть Перемените Это Слово В своей Жизни В жизни Моих Потом И Ключ Этого Слова Это Какое То Что Три Единый Бог Вместе Со Мной Находится Вот Мы Сейчас Говорим Это Девять Установок И Откроются Три Эпохи Послушайте Зная Наше Прошлое Зная Будущее И Настоящее Мы Сможем Наслаждаться Духовными Благословениями Если у нас Будет Такая Вера Тогда В одну Эпоху Я И Вы Мы Сможем Получить Важное Божье Использование Помолимся Бог Благодарим Тебя Наше Прошлое Это Непростое Прошлое А внутри Христа Сновится Для нас Платформой И Пусть Все Что Происходило В прошлом Оно Станет Помощью И Благодарностью Чтобы Мы Также Увидели И Будущее Сво И Настоящее Благи нам Зная Прошлое Настоящее Будущее Чтобы Мы Могли Спасти 237 Стран И Особенно Чтобы Чтобы Наши Потомки Могли Стоять В строю Всемирной Евангелизации И Спасать Место Действия Молимся С благодарностью Во имя Иисуса Христа Аминь